МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! В эфире универ-ньюс в студии Гульфия Мутугольна. Прямо сейчас самые актуальные и важные новости нашей республики. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая. Это позволит избежать дефицита овощей на рынке. Напомним, ранее на пунктах пропуска грузовое автомобильное сообщение было приостановлено до 2 февраля, после чего запрет продлили. Данная ситуация привела к дефициту овощей на рынке и росту цен на них. В Минпромторге Приморье подчеркнули, что без человека вирус в окружающей среде нестойкий и живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. Уже 3 февраля грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто. Тем временем жители Забайкальского края скупили за неделю трехгодичный запас медицинских масок на фоне панических настроений из-за распространения коронавируса. Аптечные сети решают вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с повысившимся спросом на них. Дефицита противовирусных лекарств Забайкалье нет, уверяет правительство края. Тем временем зараженными в стране остаются два человека. Они оба граждане Китая. В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом. 71-летняя пациентка, поступившая в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Бангкока, пошла на поправку после того, как для ее лечения врачи применили осильтамивир, препарат от гриппа, и ритонавир, лекарство от спида. Через 48 часов после начала лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат. Как сообщают СМИ, ранее британец Конор Рид поборол коронавирус с помощью другой комбинации. Виски, смешанного с медом. По его словам, так бороться с заболеванием его научили родители. Думаем, нашим соотечественникам этот метод тоже придется по вкусу. Напомним, ранее о вирусе рассказал в интервью без галстука Андрею Кузьмину, доктор биологических наук и профессор Казанского федерального университета Альберт Резванов. Все очень настороженно и заинтересованы с научной точки зрения, смотрят на развитие ситуации. Не скажу, что ситуация какая-то суперновая. Такие вещи повторяются из года в год в разном масштабе. И очень важно, во-первых, предпринимать все правильные меры карантина, во-вторых, контролировать ситуацию. Ранее Министерство науки и высшего образования России продлило каникулы студентам, приезжающим из Китая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим в Казанском федеральном университете рассмотрят возможность организации для обучающихся из КНР освоения образовательной программы дистанционно. Вузам рекомендовано продлить каникулы для граждан Китая, выявших на родину на каникулы. Собственно говоря, мы сейчас готовимся к работе в рамках этого приказа. Подготовили информацию для ребят, проработаем технологии отправки этой информации, где мы будем, наверное, рекомендовать все-таки не возвращаться в Российскую Федерацию до 2 марта. Камиль Гимазденов, Универньюз. 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с раком. Наш корреспондент встретился с профессором Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, специализирующимся на лечении онкологических заболеваний. О том, какие методы борьбы с раком исследуют в институте, наш следующий сюжет. Рак не приговор. Под таким лозунгом во всем мире отмечается День борьбы с онкологией. Заболевание, которое словно бич ударяет по человечеству, уже не первые десяток лет заторнуло почти каждую семью на планете. Вот только сейчас, по словам ученых, победить рак стало вполне реальным. Онкология является одной из двух основных причин смертности населения. То есть сердечно-сосудистые заболевания и онкология – это те заболевания, от которых большинство людей сейчас умирает. По словам экспертов, частными факторами, вызывающими онкологические заболевания, являются наследственность, неблагоприятная среда и нездоровый образ жизни. На данный момент существует множество способов борьбы с заболеваниями. Самые известные – это хирургическое вмешательство, химио-радиотерапия, а также иммунотерапия. И радиотерапия, и химиотерапия, к сожалению, обладают серьезным побочным действием. Но здесь тоже есть, скажем так, подход, как минимизировать неблагоприятные побочные эффекты и как усилить лечебные действия химиопрепаратов. В Институте фундаментальной медицины и биологии уже осваивают новые способы лечения онкологии. К примеру, метод индивидуального подбора препарата, когда ученые исследуют геном пациента и геном опухоли. Также разработка вакцины – метод, когда у пациента берут опухолевые клетки, обрабатывают их и вводят обратно в организм для того, чтобы научить организм распознавать опухоль. Однако на людях эти методы пока не применялись. Пока что их тестируют на лабораторных животных. Дело в том, что опухоль, организм обычно не воспринимает опухоль как что-то чужеродное. Опухоль прячется от иммунной системы организма и заставляет организм работать на нее. Несмотря на то, что смертность от заболевания продолжает оставаться высокой, победивших рак пациентов с каждым годом становится больше. Самое главное – верить в выздоровление, а также чаще проходить обследование. Ведь выявить заболевание и уничтожить его в зародыше намного проще, чем на более поздних стадиях. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. Молодые ученые КФУ выиграли Международный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции. Все подробности – далее. Проект структурной биологии Казанского федерального университета под руководством доцента Института физики Константина Усачева получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции объемом более миллиона рублей в год сроком на три года. Проект это у нас является продолжением нашего сотрудничества с Францией. Мы уже на протяжении шести лет ведем активную совместную работу. И этот проект посвящен развитию метода криоэлектронной микроскопии в исследованиях аппарата сензавелкаоста филокока. Это очень активно развивающийся метод. Два года назад была получена Нобелевская премия. Вообще 40% антибиотиков, которые существуют на сегодняшний день, они имеют свою целью работу рибосомы. Соответственно, новые знания о том, как устроена рибосома, как она работает у патогенных бактерий, открывают путь к тому, чтобы предсказать, как нужно именно модифицировать существующие антибиотики либо предложить какие-то новые, которые могли бы управлять процессом синтеза белка. Со стороны Франции партнером в реализации проекта выступает лаборатория Марата Юсупова из Института генетики, молекулярной и клеточной биологии. Совместные исследования ученых КФУ и Французского института в области структурной биологии проводятся уже на протяжении шести лет. И за это время была разработана методология изучения золотистого стафилокока и комплексов рибосомы с белковыми факторами. Лилия Баталова, Фаридзо Хитагле, Универньюс. Аномально теплая погода в Татарстане сменится сильными морозами. По прогнозу гидрометцентра в ближайшие выходные температура опустится до минус 20 градусов. Профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, с чем связана такая резкая смена погоды. Резкая смена температуры ожидает татарстанца в конце этой недели. По прогнозу гидрометцентра на смену оттепели придут морозы. Днем выходные обещают до минус 10, а ночью столбики термометра опустятся до минус 20 градусов. Мы пережили самый теплый январь за все время метеорологического наблюдения в Казани. У нас январь был таким теплым, только лишь 2007 год ему составил конкуренцию. То есть вместо того, чтобы среднемесячная температура была минус 12 градусов, у нас порядка минус 2 градусов. И вот февраль месяц эту эстафету принял. Определился это тем, что мы находились в южной части вот этого обширного циклона, мы находимся на юге. И здесь проходили атмосферные фронты, теплый фронт и так далее. Но всему бывает конец. И вот сейчас мы будем находиться под влиянием уже холодного воздуха в толовой части этого циклона после прохождения холодного фронта. Поэтому у нас, начиная с сегодняшней ночи, температура начнет понижаться. И она будет наиболее низкой где-то к концу недели. Но продлится настоящая зима недолго. Уже за следующей неделе температура воздуха вновь будет выше нормы. Это похолодание по сути дела кратковременное. Почему? Потому что этот циклон уйдет на восток, в ту, у которого мы будем находиться определенное время. А придет затем новая порция теплого воздуха с Атлантики. И у нас снова где-то там в начале недели, в следующей неделе, температура должна снова повыситься. Самая низкая температура прогнозируется на ночь с воскресенья на понедельник. Минус 22 градуса. Понятно, что погода может измениться, но тем не менее морозы на этой неделе будут. Лилия Талипова, Велия Табасова, Универньюс. На сегодня у меня все. Помни про лайки и комментарии в наших социальных сетях. Пока-пока!